Планировал сегодня проехаться до озера, но проснулся и был дождь. Долго думал, ехать или не ехать, решил поехать. Посмотрим, к чему приведет. Едем дальше. Пока половина проехала. Дождь закончился. Красота. Вот так вот еду один практически. Ну там раз в минуту проезжает может машина. Красота. У кого-то прям такая огромная территория. В центре, в районе где я живу это прям непривычно, ни у кого нет такого. Куча земли. У каждого дома огромная площадка. В общем классно. Асфальт хороший, ехать одно удовольствие. Вот такой вот видок. Ну и выехал на побольше дорогу. Меня удивляет, что реально асфальт везде прям очень хороший. Выехал на такую велодорожку. Ну и тут просто офигительно. Ну прям очень классно ездить на велике, потому что, ну, во-первых, опять-таки идеальный асфальт. Ну а во-вторых, нет вообще никого. Я еду один. Вот там вот дорога. Ну тут я один. И запах очень интересный. Вот как будто медом тут пахнет. Я не знаю. Велипый, велипый. В общем, какой-то очень классный сладкий запах. В общем, еду. Сейчас произошло еще одно удивительное событие для меня. У меня спускала шина. Ну не то, что спускала. Я не знаю на самом деле. Может, она уже спускает. А может быть, просто надо ее подкачать, потому что у меня нет насоса. Надо его наконец-то купить уже. И вот я еду, вижу, что у меня шина уже такая, немножечко сдутая. И вижу, мужчина на велосипеде едет. Я его спросил, есть насос? Он сказал, что насоса у него нету, но у него оказались вот такие вот баллончики. Ну это, в общем, с сжатым воздухом накачиваешь колесо. Ну и в России это довольно дорогое, вроде бы, насколько я помню, удовольствие. То есть там баллончик стоит сколько-то. Ну и его тратишь. То есть он прям тратится. За один раз. И вот он мне накачал целых два колеса. Я когда увидел, что он достал баллончик, сказал, не, 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 спасибо. Типа, это не надо. Это, ну, неудобно как-то. А он сказал, нет, 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 все окей. Ой-ой-ой. Да ездил себе за рук. Сказал, нет, все окей. Давай колесо. И накачал меня. Еще раз. Про доброту американцев. В общем, очень круто тут. Я когда выезжал, задумывался, стоит ли выезжать. Потому что был дождь и было, ну, довольно неприятно ехать поначалу. Но ради этого реально стоит. Там вот такая река горная. Ну, я еду по этому мосту. Вот там дамба. Ну, и река прям очень красивая. В общем, не зря проснулся. Ну, и тут, я так понимаю, вокруг всего озера, ну, или вокруг большей его части, велодорожка, очень классная, по которой я ехал. Но сейчас мне надо было свернуть, поэтому еду пока по мосту, по дороге, но тут тоже очень круто. В общем, в очередной раз красота. Ну, просто посмотрите, какая красота. горы, озеро и байклайн. Ну, в общем, очень красиво. Летом можно в этом озере купаться. Оно вроде бы чистое, насколько я понимаю. Но холодное. Ну что, время удивительных историй. Еду я, значит, еду, и вижу, что тут гаражная распродажа. Думаю, почему бы не зайти. В итоге там все отдавали. Ну, это было не распродажа, а просто все бесплатно отдавали. Естественно, я забежал. Там было куча людей. И я увидел три удлинителя. Подумал, почему их никто не берет. Сразу же взял, положил в рюкзак и пошел. Ну, там, поговорил с хозяевами, сказал спасибо, тра-та-та. Но меня изначально насторожило, почему эти удлинители никто не берет. И в итоге, отъехав, я решил их посмотреть. Оказалось, оказалось, что это не удлинители, а просто провода от чего-то. Вот такая вот веселая история, как я взял. Три ненужных ни мне, ни кому провода. Райончик настолько крутой, что тут есть даже поле для гольфа. И играют, кайфуют. О, хороший удар. Вот, ну, район реально классный. Тут прям очень круто. Все такое красивое. Ухоженное. Хотя до этого казалось, что у меня тоже хороший район. Ну, и сейчас как бы у меня хороший район. Просто этот, видимо, прям очень хороший. Ну, и, наверное, тут очень дорогие дома, потому что тут прям озеро. Вот за вот этим холмиком высохшим. Вот там озеро. Сейчас поедем смотреть. Я заехал в какой-то парк. Ну, для машин он платный, а для тех, кто на велосипедах бесплатно. Тут прям тоже опять-таки очень классные дороги. Она уходит куда-то туда. Может, съезжу посмотреть, не знаю. Но какие виды! Это вообще... Ну, вот тут, кстати, меньше видно горы. Вот где-то вот там вот куча гор. Поеду туда, может быть, посмотрю. Красота! Я думаю, многие поняли, что мне тут нравится. Это отдельная длиннющая велодорожка. Я сейчас по картам посмотрел. Она идет через всю дамбу. Она идет куда-то там дальше. Вот такой вот мост. Но это какое-то частное. То есть тут можно еще пожертвование сделать. Там QR-код висит. Вот. То есть ее кто-то похожее. Насколько я понял, ее кто-то сам сделал. Просто... Вот. В общем, вот такая вот тут атмосферка с флагами. Круть просто. Не мог не остановиться, не показать это сооружение. Вот такая дамба. река. 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 Ну и тут тоже виды, конечно, нереальные. Прям класс. Вот такой вот тут красивый район. Водопад у кого-то перед носом шумит. Ну и тут у всех очень много территории. И вот это мне прям очень нравится. Ну что, на фоне такого водопада хочу подвести итог этой поездки. Потому что я думаю, ничего нового пока я еду домой уже не случится. Я очень рад, что вы переехали. Потому что в России нет нигде такой инфраструктуры для велосипедов. Вот. Это первый момент. Второй момент. Какие-то добрые люди. Меня сегодня в очередной раз это удивило. Сейчас многие будут писать, что я преувеличиваю, но не знаю. Сегодня просто вот дядечка отдал мне свой этот баллончик газовый, чтобы наполнить колесо. Баллончик довольно дорогой. Ну, по российским меркам. В Америке, я думаю, он просто его покупает и просто им накачивает колеса. Не знаю. Вот. В общем, я очень рад. Ну и вчера мы с Аришей обсуждали, что мне очень не хватает города. Жизни в городе, больших домов. Ну, в общем, я очень любил Москву. И сейчас люблю. И мне этого не хватает. Недавно съездили в Сан-Франциско. Мельком, быстренько, там, на пару часов. Ну, я насладился. Там такие дома, мне так там хорошо. А вчера мы шли опять по нашей деревне. Хоть Сакраменто и столица Калифорнии. Все равно тут только маленькие домики и нету больших красивых зданий. Вот. И меня немного угнетало то, что все домики тут стоят вот так плотничком. Потому что у нас в России мы привыкли, что куча территории. Есть где разгуляться. Там купил дом, значит, должна быть большущая территория. А тут нет такого. Тут, ну, в большинстве случаев нет. Тут, получается, домик и у него небольшой там бэхьярд. Небольшая территория сзади, короче. Вообще вот такая. Вот. Поэтому меня это угнетало. Но сейчас, посмотрев на вот этот район, где у людей куча земли, конечно, этот район очень дорогой. Но почему бы тут не жить и не кайфовать? Тем более, что рядом озеро. Вот такие вот итоги этой поездки. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А я буду дальше снимать видео. Поехал.